Так, значит, статья 32, а чего статья? Федерального закона номер 40, вы обязательно. Федерального закона об ОСАГО, да, глава 6, статья 32, документ для проверки сотрудников полиции, на то в соответствии с законодательством российского преддовательства. Вот это мне непонятно. Сотрудникам полиции, запятая, уполномоченным на то в соответствии с законодательством российской преддовательства. Это счет. Таможенный класс утратил силу с 1 января 2007 года. Это пункт 2 утратился. Пункт 1 еще не утратился. Да, конечно, конечно, я никогда не откажусь. Ну ладно, чего. Так, значит, свидетельствовать, транспортное место на автомобиль. На транспортное место? Да, на автомобиль, которым я не управляюсь сейчас. Сейчас, я не говорю, что я 15-12 управляюсь. Вы визуально это видите. Конечно. О, второй появился. Вы порадите патруль на автомобиль? Нет, я посижу, у меня будет порядка нескольких ходатайств. Хорошо. Написано. Я понял. Я вас понял. Буду ожидать в машине, если это можно. Значит, мой был сделан запрос. Момандиру подразделения, бывшему майору, сейчас нынешнему подполковнику, Белякову, 15-й взял. АВ. Он мне ответ дал. Кодекс, значит, не кодекс, а на основании ГОСТа. Какого ГОСТа у меня... Ну, я давайте зачитаю, чтобы было понятно. Значит, заявление прошу вас разъяснить мне, как по закону РФ и по ГОСТу устанавливаются государственные регистрационные знаки. Разъяснить, как устанавливаться. Он мне дал ответ. В общем, в ГОСТе, который мне дал ответ на мое заявление, помощник, я не знаю, кто он там... В общем, подполковник Беляков, мне написано, каким образом должны устанавливаться... Я его просил в своем заявлении разъяснить, как должны устанавливаться регистрационные знаки. Он мне не разъяснил, а просто скопировали мне ГОСТ, хотя он не есть. Самая суть, в общем, в ГОСТе не написано, как должны устанавливаться регистрационные знаки. Ну, на что, в принципе, так и получилось. Когда я завел, сел в свой автомобиль, завел, попытался выехать, посмотрел направо, посмотрел налево, с правой стороны увидел сотрудников полиции на тротуаре. Ну, и сразу понял, что будут в отношении составляться у меня материалы, включил аварийную сигнализацию, сдал назад, якобы не создавать пробки, хотя они там, сами знаете, дорога узкая. Ну, начал звонить дежурную часть, оставил... Ой, не дежурную часть, а позвонил, вот, не в горячую линию, в горячую линию, да, оставил жалобу, что меня провоцируют, в общем, ну, не провоцируют. И, заметьте, передал документы лейтенанту, который выслушал меня, а составляет младший лейтенант. Вот 20 засчитали. Пожалуйста. Ну, давайте, ну, все, во-первых, он у вас перевернул. Секундочку. Чем матч? Начался, начался заниматься самообразованием. Это длится с июня или июля, вот, когда было первое выписано на меня противоправное законно требуемое. Берите данный номер автомобиля. На него была написана жалоба. Я вам читал в кодексе, в гостик, каким образом должны крепиться автомобильные номера. Они должны крепиться либо рамкой, либо болтами и винтами цвета поля номера, либо гальванического покрытия. Здесь они ржавые, а водитель по правилам дорожного движения при начале движения должен перед началом движения осмотреть свое транспорт средство, чтобы оно соответствовало требованиям закона. То есть, здесь, на патрульном автомобиле, вы считаете, что нарушение закона неправильно номера прикреплены? Номера, возможно, они неправильные или правильные. Это не мне судить, я не... Не, но вы попросили, чтобы мы сняли. Да. Вы как показали, как образец, как не надо крепить. Все правильно. В ГОСТе написано, что они должны быть прикреплены только болтами или винтами гальванического либо цвета номера. Андрей, тогда встречный вопрос. А у вас правильно прикреплен номер? Да. И правильно, что он у вас над той стороной, это тоже верно? Да. У меня закон не запрещает ГОСТ, по крайней мере, на который ссылается статья 12.2. То, что мы видим, это у вас правильно, а вот на патрульном автомобиле это неправильно. Здесь их можно привлечь уже за видоизмененность государственного номера. А вас привлекать не за что? Нет. Но они делают противоправные действия в отношении меня, составляют по первой части типа нечитаемые номера. Секунду, здесь нельзя брать тот факт, который люди находятся в данном основании. Это уже могут быть заинтересованы. А вот смотрите, вот у меня представитель, вот вместе со мной приехал, вот в бандане стоит водитель. Не хотите, Андрей? Ну, вы видите эти знаки? Я вот так стоял, не мог понять, что за мной умерло. Вот, видите? Ну, вы считаете, что это ненормально. С 20 метров там вообще ничего не видать. Там как будто его и нету, этого знака, белого, ямки сядут. вы ничем не отличаетесь от обезьяны. Ну, ты топ отличаешься от всех, а мы все дураки тут. Нет, причем, я извините, я сказал, у человека интеллект, у обезьяны нету. те, кто не видят этих номеров, вы называете, значит, если я не вижу, я тоже обезьяна. Нет, я их называю безинтеллектные люди. Значит, интеллекта нет, потому что я не вижу а это уже сравнение, это мое конституционное право. Ну, что там написано, значит, я без интеллекта. Ну, получается, да. Вас в школе плохо учили.